всем привет друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу какие настройки и какие моды в модпаке я использую идея вообще в принципе взял начинаем для начала заходим на сайт в где собраны различные моды хотим авторизируемся здесь хотим нет выбираем модпак который я использую если он вам нужен смотрим тут что интересует все здесь описано все написано качаем он у меня уже скачет я качать не буду и устанавливая устанавливаем этот модпак нажимаем ok выбираем язык какой вас интересует дальше жмем смотрим тут всякие изменения какие были дальше у нас выбираем куда мы хотим установить модпак и хотим его установить в игру world of нас выбираем папку в которой установлен world of нас далее тыкаем галочки чтобы удалить кэш игры потом чтобы удалить логи питона также еще можно удалить всякие загрузочные файлы кэша которые уже нафиг не нужны но и еще есть у вас проблемы какие-то с игрой можно удалить настройки игры и сбросить их до заводских так сказать чтобы избавиться от каких-либо проблем шоу и там на химич или своей игре также есть галочка для премиум но вот пока если вы за него заплатили но я ничего не платил примем далее дальше без xvm а видим тут на картинке показано что с xvm все намного хуже выбираем без xvm а дальше выбираем звук лампочки 2 потом можете послушать любой какой вас интересует я выбрал тот который более приятный и не раздражает ну и не очень долгий дальше выбираю белый прицел который можно будет потом донастроить в клиенте в обычных картофельных настройках выбираю белый чтобы было лучше видно если вас не устраивает видимость стандартного картофельного прицела листаем дальше вниз выбираем здесь еще выбрал стрелочки которые поле четко покажет откуда у вас прилетает урон вражеский потому что стандартный картофельный сильно широкий непонятно где отчетом прилетела далее выбираем у нас здесь есть табах панель и время и хит лох выбираем все эти три пункта но вместе с ними идет еще такой вот в довесок хп команд союзных вражеских и можно будет потом донастроить все остальное с этой панелькой показывать не показывать иконки танчиков показывать не показывать цифру насколько у кого хп больше у какой команды но меня больше всего интересует новый красивый fps пинг и лог урона который показывает все четко красиво и с иконками четенькими все принципе красиво также в таком же стиле время переделана едем дальше тут куча всяких модов даже больше чем в обычных наших модах которые мы привыкли использовать здесь также есть еще показ отметки прямо в бою здесь есть еще другой лог урона если вас раздражает тот или не нравится или вам не нужна панелька с хп вы можете использовать этот лог урона здесь также помимо него есть еще в н-8 либо просто в н-8 без всего остального его можно будет совать по экрану здесь очень много всяких модов и настроек и все остальные моды есть все что угодно дальше я выбираю свободную камеру в реплеях чтобы видосики снимать ну либо если вы смотрите реплеи чтобы было удобнее все разглядывать после боевую статистику выбираю ну и показ брони танчиков в ангаре чтобы можно было посмотреть как там чё изменилось в танке и куда ему теперь стрелять ну и по сути все больше я никакие моды не использую в этом вот пока еще есть очень много всяких модов на звук есть еще моды которые только в премиум на варианте доступны там какие-то ночные бои еще какая-то дичь отключение иконок всяких ненужных также есть мод который показывает подсадки шмосатки там какой там только дичи нет и это все я устанавливать не собираюсь она мне не надо едем дальше здесь можно еще выбрать в следующей странице уши команд каким видом они будут отображаться при загрузке в бой какую вам нравится такую выбирайте ну и всякие другие тут настройки есть они у меня тоже не интересуют ну и уже в конце можно отключить лишние какие-нибудь эффекты разрушений там дымов еще каких-нибудь фигней здесь можете сами тыкать я ничего отключать не буду поскольку ну мне принципе но и так нормально ну и самое последнее мы выбираем запомнит наш этот мод пак что мы выбирали или не запомнит то есть следующий раз когда вы будете устанавливать этот мод пак он уже все моды которые вы до этого устанавливали он уже вам их выберет чтобы вы их не искали нажимаем далее и все принципе она устанавливается все установилась и теперь нам нужно зайти в ангар в клиент и в ангаре нажать кнопку настроек мод пака мода чтобы донастроить и выбрать тоже как оно должно выглядеть чтобы нам нравилось еще больше загружаемся в игру видим тут всякие эмблемки мод пака подобавлялись но их можно будет отключить только в премиум нам варианте мне по сути они не мешают никак загрузились в ангар нажимаем кнопку настроек мод пака дальше что я хочу вам сказать здесь есть такой выбор конфига тут сверху и снизу такие вот два кучерявых слова тот который я использую верхний он стандартный сразу выбран а нижний я пробовал мне не понравилось там такие слова помельче все такой меленькая темненько не очень короче мне не понравилось можете сами выбрать поменять и в реплей потом зайти посмотреть как оно выглядит не проверяйте это в реальных боях чтобы но не портить не статистику не бои просто проверяйте на реплеях так более правильнее дальше здесь есть полоски общего здоровья команд которые тут сверху показываются я хочу сделать их покороче чтобы они были узенькие такие не закрывали много места стиль будет нормальный просто квадратные не вот эти не вг-лиговские но если вам нравится не можете их выбрать показывать разницу между общим здоровьем команд это я тоже убирают циферка лишняя мне не нужна я так в принципе все сам вижу мне в принципе эта панель нафиг не надо сделаю ее просто максимально поменьше я бы вообще ее лучше отключил бы но такой возможности нету если я хочу использовать такие логи урона которые я выбрал то приходится мириться с этой фигней посередине экрана сверху которая показывает хп союзника врагов так фильтры спама всякие наличие обновлений проверять отключать чат в рандоме и всякие иконки в ушах команд тоже отключить задний фон панели в стиле нормальный так здесь появится такая вот полоска сверху темная и мы выбираем насколько она будет прозрачная то есть один вообще не прозрачная и ноль это очень прозрачная я выберу где-то 2 и пусть будет едем ниже панель ping фпс мы можем ее отключить либо включить и можем подвигать по оси x или по оси y то есть влево вправо либо вверх вниз канкулятор проведенной брони мне в принципе он не нужен он выключен общие настройки логов в принципе оно мне не надо это суммарный лог эффективности игрока в общем тут еще настроек столько много что можно в них ноги сломать расширенный лог назначенного урона расширенный лог полученного урона тут короче настроек жесть основной калибр вот это вот мне не нравится вот тут можно настраивать расчеты тут всякие но я в принципе его отключу не хочу чтобы он был лишняя информация которая мне не нужна значки и цвета классов техники это если вы выберете чтобы отображались классы техники еще под этой панелью в бою то тут еще цветами будут разные классы техники вы можете в принципе их сами выбрать любой цвет для любого класса техники но я в принципе играю без них поэтому мне все равно индикатор засвета в ушах мне не надо и урон игроков в ушах это вообще я не знаю зачем оно мне надо и так понятно что кроме меня урон никто особо наносить не будет хп игроков в ушах тоже лишняя информация снайперский режим зум икс тут можно кратности я вижу выбирать всякие приближение к центральному маркеру орудия боже тут какой шаги зума можно выбрать 2 4 8 12 просто жесть кратность кратность фиксируемого зума то есть параметр напрямую зависит от от шагов зума минимальное и максимальное значение перезапустите окно настройки если меняли шаги зума то есть тут короче настроек вообще жесть но я в принципе дефолтным привык и пользуюсь им но настроек тут просто капец командирская камера отдаление камеры максимальное приближение камеры к танку по умолчанию 2 максимальное отдаление камеры от танка дистанция камера боже тут просто жесть артиллерийская камера тоже можно настраивать в общем настройки цветов всякие тут можно также выбрать цвета союзников врагов полоса хп цвет фона а так можно еще и фон поменять не черный сделать а другой тут вообще можно такой светофор устроить можно выбрать цвет времени если осталось меньше двух минут стоит красный и цвет времени если просто без ничего то есть обычно цвет времени покажутся таким вот желтеньким можно любой самому выбрать и цвет времени если осталось меньше двух минут офигеть можно выбрать пинг какого цвета будет и пинг если лагает то есть офигенно и все это быстро и легко выбирается также можно выставить прозрачность полосок хп то есть можно их сделать на ноль и они полностью будут прозрачные их вообще не будет видно то есть получается останутся только циферки которые показывают хп команды цвета иконок под панель также я так понимаю это цвет урона то есть если вы мало урона нанесли красный и до фиолетового в принципе все нормально тут выстроено динамический цвет в зависимости от стрелявшего по вам так это я так понял мод для арты время полета снаряда блокировка выстрелов по союзникам это я включу стрельба по трупам тоже будет заблокирована галочку тоже включил ну и так же можно здесь текст который будет всплывать для вас лично когда вы стрельнули но выстрел заблокирован я напишу какой нибудь маленький чтоб он много места не занимал в принципе все я настроил для себя этот мод пак и если вы не сильно разбираетесь что тут к чему лучше ничего лишнего не трогайте просто включайте и выключайте то что вам надо или не надо нажимаем ok и отправляемся в реплей и смотреть что мы настроили и так что мы получаем в бою все у нас в принципе на месте все что мы выбрали так есть единственное что у нас нагружено это верхняя часть экрана единственная полоска мы поставили то что она здесь прозрачная выбрали прозрачность убрали цвета вот эти можно поставить назад либо прозрачные сделать ярче белый прицел панельки наши которые мы выбрали которые меняют цвета в зависимости от того сколько мы стреляли урона пинги шминги фпс и все что выбрали все на месте все настраивается можно больше модов можно меньше но меня устраивает так вроде есть какая-то захламленность от модов но она находится вверху я туда не сильно часто смотрю выглядит она довольно таки прикольно мне нравится не сильно она меня в бою отвлекать не будет и это главное видимо видим что в зависимости от того сколько мы настроили урона циферка урона меняет свой цвет это прикольно прикольно что можно все цвета менять и выставлять тот который нам нужен это вообще офигенно в принципе все настройку мы завершили с вами был варчик играйте красиво всем пока